Я помню даже этот сентябрьский день, я шел в школу и снял почему-то с шеи галстук, а до этого я был председателем Совета Отряда несколько лет, активистом, да, и решил, что я буду совсем другим. Вот как будто в меня вдруг селилась какая-то беса или что-то. И до сегодняшнего дня они меня не так вот и не оставляют. Вон, жена моя. Ну, где твоя шишка? Давай, где шишка? Сзади пойдет, не пойдет. Глазище. Пойдешь, пап? Иди сюда. Ай, какой. Ну, я прочитала несколько книжек, конечно. Несколько страниц. Имея представление. Ну, не могу сказать, что я полюбила его за творчество. Я не могу ответить на это. За личные качества, можно сказать. Полюбила его за личные качества. Ну, и все. Теперь вот мучаюсь. Теперь вот мучается. Да, скажи Богдану. Ай! Богдан! Это ты-то че? Ой-ой-ой! Ты что? Как можно? Это даже... Вы подумаете, что я специально приготовил. Ничего нет. У меня лимон, кусочки яблока. Вообще пусто. Мородильник тоже был пустой. Ой. Да. Вот так. С холодильником все просто. Ничего нет. Вчера кормил американцев гречневой кашей. Вот что. Все, что осталось. Все съели. Ничего. Собственно, ничего не было. Пришли поздно люди ко мне. Девять часов. Два американца. Вот что остается после американцев. Меня, когда арестовали, мне было 58 лет. То есть я уже практически все о русском мире знал. Но тут еще раз убедился, что он гнусный. И видно его подлость, его, так сказать, насилие. И все, все вот это вот. Еще раз я убедился в том, что этот мир надо менять. Безусловно. Безусловно. Продолжение следует...